Ну, скорее всего, да, скорее всего, это, возможно, всё-таки... Да это что? Здарова, майнеры! Это Никита Берг! Это мистика, жуткие мифы! И, естественно, мы сегодня в Майнкрафте 11.16! Сегодня я отправляюсь на реально очень и очень криповый сид, на котором у меня есть только один шанс на поимку какой-то мистики или же таинственного игрока Дженга. По легенде, Дженг здесь очень и очень много играл. Ну, именно на этом сиде и именно в Майнкрафте 11.16. Даже учитывая то, что он вышел недавно, его аккаунт просто бесследно исчез. То есть, у чувака украли аккаунт, либо же взломали. Он попытался его восстановить, но он охренел, когда узнал, что его аккаунт просто исчез. Не просто его взломали, он исчез! Он исчез навсегда! Теперь же, по легенде, по канону, на очень страшном сиде, который я вам сейчас продемонстрирую, играет аккаунт этого Дженга. Я понимаю, что это уже похоже на историю одного чувачка, но здесь всё не так уж и просто. И многие люди реально вот прям кладут руку на сердце и говорят, что действительно здесь сейчас, даже сейчас, тестируют какого-то нового моба или же какое-то существо с аккаунта вот этого вот Дженга. Я... Ну, короче, всё это очень запутано, ребятки. Если вы хотите побыстрее сейчас вот насытиться мистикой, то обязательно ставьте лайки, пишите как можно больше комментариев и оставляйте подписочки. Давайте наберём 10 тысяч лайков и Дженг не придёт к вам сегодня ночью. Ладно, назовём мир вот так вот и let's go уже проверим, есть ли тут жуткая мистика. Отличненько загрузился этот страшный сит, на котором играл таинственный игрок Дженг. Вот так выглядит территория, на которой мы появляемся, то бишь спаун. Эм... Так, что вам показать? Не знаю, что вам тут показывать, в принципе. Всё как всегда, ничего не изменилось. В общем, всё как и было, всё-таки осталось. Давайте пропишу команду сид. И... В принципе, вот так вот выглядит этот наш интересный сид. Я вот что думаю. Мне, конечно же, стоит начать с выживания, но... К сожалению, на этом сиде ограниченное количество попыток на поиск. То есть, на один аккаунт выделяется один поиск. Если вы за один раз здесь ничего не нашли, то в последующие разы у вас уже ничего не получится. Я не знаю, почему и с чем это связано. На пиратке можно ли найти этого таинственного игрока здесь или нельзя. Но, к сожалению, вот такие вот правила и... Так, чё это сейчас было? Чё это сейчас там промелькнуло? Или мне показалось? Надеюсь, мне показалось. Ещё вот такая вот особенность. Мне время от времени нужно будет выходить и заходить обратно в мир. Вы не пугайтесь, я ничего не буду там подрубать. Просто это, опять же, нужно для того, чтобы этот игрок или появился, либо же в этом мире начала происходить какая-то лютейшая мистика. Почему мне постоянно кажется, что здесь кто-то ходит? Но на самом деле это просто мобы. Короче, ребят, я, наверное, пока что повыживаю. Вы, естественно, всё это увидите в перемоточке. Я не обратил внимания, подрубал я бы на суток или нет. Походу, не подрубал. Поэтому будем начинать всё с чистенького беленького листа. В принципе, так как я играю на мирной сложности, мне вообще не понадобятся никакие мечи, никакая еда. Я всегда обожал проверять всякую мистику именно на мирной сложности. Особенно, когда это Майнкрафт 1.16 и всё, казалось бы, такое новое. Но, к сожалению, ничего не изменилось в обычном мире. Зато в Аду очень много интересных плюшек, которые я вам просто советую попроверять. Ад действительно шикарный, действительно замечательный. И я очень рад, что Моджанги сделали именно такую пушечную обнову, в которую реально вот приятно играть. Хотя и выходило это обновление очень и очень долго. Сколько месяцев мы ждали этого момента. Наконец-то таки он наступил. И я просто доволен. Я вот реально, как бальзам на душу для меня всё это дело. Ну, в принципе, можем давайте тут посмотреть эти пещерки. О, ЖКОСик тут меня как раз таки заждался. Поэтому, ну, в теории, в теории можно собрать ЖКОСик. Давайте я ещё посмотрю тут всю местность. Что у нас по времени суток. Ой. А время суток... Хотя нормально. Всё, в принципе, нормально. Вроде бы... Ой. У меня... У меня чё-то всё подлагало. И Чанки как обновились. Не понял. Так, ладно. Я сейчас немножечко аж прихренел. Это было максимально подозрительно. И, по-моему, это намёк на этого таинственного дженга. Насколько у меня хватает инфы. Если у вас произошёл пролаг, то вам не нужно будет вот так вот постоянно перезаходить в мир. То есть, мы, по идее, должны были словить этот пролаг или что это было. Ну, я... Я... Я реально удивился. Я охренел. Хорошо. Значит, мне меньше нужно будет делать. То бишь, не постоянно перезаходить в мир. Ну, Чанки такое ощущение как обновились. Ладно. Я пока что, наверное, тут покопаю всё это дело. И заберу своего любимого... Всеобожаемого ЖКОСика. Игорёчек, не обижайся. Такс, пока у меня переплавляется железо, я думаю, стоит дальше мне тут пройтись, посмотреть местность. И вообще, всё это нужно дело исследовать. Учитывая то, что, ещё раз говорю, у меня был какой-то пролаг. Это очень странно. И, скорее всего, это намёк на Дженго. Или вот как там этого мистического игрока звали. Но, скорее всего, да. Скорее всего, это, возможно, всё-таки... Да это что? Ф-3. Это, мать его... Это, мать его, крест в воздухе, который горит. Ребята, у меня сейчас реально мурашки по коже. Ребята, у меня... Ребята, у меня... Ребята, у меня сейчас реально мурашки по коже. Это, мать его... Это, мать его... Чего? Да нет. Я... Я бы ещё понял, если бы это просто был крест, который висит в воздухе. Ну... О май гад. Просто я могу сказать. Вот все мои мысли сейчас просто улетучились. Я... Я хрен его знает, как это объяснить. Я без понятия, как вам это всё реально разъяснить. Я в шоке. Значит, всё-таки этот пролаг был не зря. И, возможно, Дженк сейчас где-то играет в этом мире. А, возможно, он даже следит за мной через каких-то мобов. Потому что вы помните вот того пёсика странного? Волчка. Который... Охренеть. И я в шоке, ребята. Я в шоке. Я реально не ожидал, что... Я смогу как-то вот этот вот... Какой-то крест разглядеть. Так. Или вообще что? Какой-то крест появится, который ещё горит. Всё это произошло после того, как я зашёл в пещеру. Такс. Чё тут у нас ещё за интересная такая пещера? И вот что я ещё хотел сказать. Это то, что здесь очень странная генерация. Мне сейчас послышалось, что кто-то поставил дерево. Ну, деревянный такой блок. Или я не знаю, что типа того. Где-то в какой-то из этих сторон. Я не знаю. На субтитрах ничего не было. Но, ребят, согласитесь. Генерация бешеная. Просто такое ощущение, что я подрубил какие-то... Экспериментальные там, не знаю... Чанки или что-то типа такое. Но у меня, как вы видите, вот... Интеград сервер. И ничего такого сверхъестественного тут нету. Вот... Чё это за... Что? Так, это чё там светится? Это чё, мать его, там светится? Алё. И почему тут так много мобов? Я ж не какого-то лика ищу. Генерация просто максимально странная. Это чё, опять какой-то крест? Там горит огонь. Возможно, это лава. Всеобожаемая слава. Синий факел. Синим факелом я уже реально сталкивался. Это очень странно. Это реально очень... Очень всё это дело подозрительно. Но опять же... Не в сети. Интеград. Интеград сервер. Нужно внимательно за всем следить. Потому что я... Реально могу чё-то упустить. А вы, ребята, это сможете увидеть. Но... Ху-ху-ху-ху. Крипово. Мне реально крипово. Что тут за пожар? Подождите. Но тут же ж нет лавы. Её реально тут нету. Вопрос, почему тогда всё горит? Там тоже какой-то... А это что? Нет, я... Я реально вижу коробку. Это же коробка. Это та самая коробка. Каменная. Такой генерации не может быть. Ну явно не может быть. Там опять... Там тоже что-то горит. А ну. И это не моя жопа. Это реально что-то горит. Крест! Крест! Опять крест! Херобрин. Может это сит с херобрином? Я вот серьёзно не знаю. И чё вот это вот такое? Что это? Можно, в принципе, это сломать? И посмотреть, чё там внутри. Кстати, я поиграл буквально, ну сколько? Минут 10 прошло. И тут полнейшая жесть происходит. Этого всего не было. Ну, это дерево было. На... В прошлые разы моих поисков. Но там не было факела. Ладно. Извините, ребят. Мне показалось, что здесь кто-то стоит. Это чего? Это что? Вообще такое? Секунду. А, всё, нормально. Я случайно сломал факел, и он прямо исчез куда-то. Что это? Что это? Я на всякий случай просто закроюсь. Что это, мать его, такое? Я один. Вы чё, прикалываетесь надо мной? Э, тихо. А, это я факел поставил, фу. А то и освещение резко изменилось. Может, это какой-то намёк на то, что здесь... Это что за звуки? Ребята! Тут... Тут кто-то ходил только что. Мне... Мне капец как крипово. Я... Я щас... Я щас просто обосрусь, нахер. Не, нахер. Всё. Не, нахер. 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 Всё. Нет. Нет. Это что вообще сейчас был, мать его, за звук? Уф. Оооо. Я завизжал, как какая-то, не знаю, деревенская сучка. Нет. Нет. Всё. Хватит. С меня хватит этих мистических, таинственных игроков. Я это не выдержу. Всё, ребят. Спасибо, конечно, вам всем большое. И спасибо тебе, Дженк, если ты тут был. Там кто-то сейчас ходил, потом какой-то крик или виск, или что это сейчас было. Ребят, просто ставьте лайки, оформляйте подписочки на канал, если вам этот видос понравился. Но я этого не выдержу. Всё. Я пошёл пересматривать этот выпуск. Не забывайте, что вы у меня самые топовые зрители. И до встречи в следующих выпусках Мистик и Бандиты. Чао, детка. Ну 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 ну. Чао, детка. Продолжение следует...